good morning в общем ребята помните мы купили вот эту вот классную штуку него на кофе-машина обзор был на канале и также протестировали несколько вид зерен нам зашли starbucks самая лайтовая прожарка тоже мы об этом рассказывали не зашло пилини и не зашло санта доминго зерна но в комментариях писали ребята попробуйте отыскать свеже обжаренный кофе потому что оно разительно отличается от всего остального коммерческого кофе аля starbucks ну окей я поехал есть у нас тут кофейня где жарят зерна и купил купил гватемальский вариант зерна вот у нас есть горький это популярная сеть заведений 250 грамм сами ребята жарят тренде сидела что тут написано кава натурально смажена в зернах вы еще гатунку свежо смажена кава в зернах кофе инвестор по госту кстати ну что попробуем и сравним его со starbucks на самом деле покуда starbucks нам заходит больше всего конечно у все вкус разные кто-то любит там с кислинкой кофе кто-то любит горький кофе менее горький и так далее вы понимаете но вот эта новая кофемашина которую мы купили она позволяет выбрать степень помола во первых во вторых можно указать предсмачивание количество секунд и крепость естественно тоже это все настраивается я уже также рассказывал как настроить напитки в этой чудо кофе-машине она офигенная ни капельки не жалею что я купил при этом все при том при всем что она сейчас подорожала на 16000 гривен капец может она снова потом понизится ну потому что доллар колеблется если я ее брал там за 40 лет то сейчас она стоит 50 56 я видел недавно в объявлении ну короче ну а мы будем пробовать кофе также взял макарончики взял писташковый поле и себе взял дорублю кофе это большая пачка обошлась сто восемьдесят пять гривен мы starbucks забрали кстати по 179 но теперь starbucks стоит в районе 400 гривен за 200 грамм а здесь 250 грамм свеже обжаренный и за 185 если вы ребята вы говорите что этот намного будет лучше чем коммерческий по цене так сходу и дискажешь вот starbucks ну есть starbucks это всемирная сеть кофеин всем известны и кофе там пьют достаточно много и ценят этот кофе потому что он реально вкусный но тем не менее для объективности естественно мы протестируем это кофе и я вам скажу на каких именно зернах кофе получается вкуснее так нашел мы включаем это диво дивное светлая реально обжарка другой аромат открыть во вторых я уже рассказывал тут можно настроить любой напиток как вы себе хотите мы поставляем сюда чашечку специально чтобы в поддоне не скапливалось много воды мы наливаем молоко в чашечку мы заметили что если наливать в пакет то она может немножко киснуть за счет этой трубки поэтому проще всего налей в чашечку и готово дальше а дальше все просто смотрите даже подсветочка из напитка выбираем запрограммированное кофе у нас как вы видите очень много всего латте макаликс капучино саши латте саша есть латтоле капучоле и для оленой мамы тут есть у нас часто бывает сразу настроенный напиток как это все делать я уже рассказывал не буду повторяться а мы делаем капучоле нажимаем настройки все заданы это крепость кофе это предсмачивание эта температура и это что сначала идет кофе или молоко сначала в капучино идет кофе это можно тоже настраивать смачивание тут стоит на 3 секунды 55 миллилитров кофе он готовит поехал новое кофе интересно зерна куда проще чем молотый кофе заморачиваться не приходится ты насыпал еще и готовишь а молотый это постоянно эту мерную ложечку насыпать она рассыпается ты насыпаешь поднимаешь эту крышку опускаешь крышку ну короче больше действий и вкус вот мы ощутили что вкус все-таки у молотого кофе он уступает вкусу кофе который в зернах может еще от кофе конечно зависит это был пилиний как мы говорим нам старбакс понравился больше что не буду дегустатор будет снимать пробу смотрите об глаз алмаз чуть-чуть молочка осталось ваш кофе сударыня смотри какой лайтовый он сам по себе лайтовый так еще и получился лайтовый не аж интересно это без без сахара сейчас будет дегустация без сахара нормально в этом тебе сделает я себе сделаю капучино тоже у меня есть капучино саша флобусом что не сделает с удовольствием продегустирую сахаром совсем другое дело было такие непонятные слова говорит вечно непонятные штуки в доме есть тоже было отдельное видео адские машины кабачино саша флобус интересно посохрили попробуем мускулатов коричневый сахар пробуем да крепковатый нам старбакс все-таки он мягче чем чем этот кофе и все равно отличается мне старбакс вкуснее реально больше не будем покупать с горчинкой немножко еще раз убедились что старбакс в принципе нам нравится больше не знаю как оля в принципе да ну вот так вот то есть горький мы больше не покупаем отсеялась но хочется хотелось проверить со свежей обжаркой но я еще раз сделаю себе латте макаликс немножко другой кофе вот такой я сделаю себе кофе когда этот допил чтобы просто сравнить как будет платный может будет вкуснее латте макаликс готов готов здесь у нас пропорции 120 миллилитров пенки 50 кофе и 150 молока я не люблю крепкий кофе поэтому пьем обычно молочные такие лайтовые напитки и кофе прикольно что потому что рисовать сам началось лица кофе ты можешь ворочать и так чашку я начат этом рисую сейчас посмотрим очередной шедевр на прикольные картины раньше получались такой латте макаликс готов и рисунок получился смотрите код забавный такой чудик от два глаза нос и плечо такая кто-то здесь увидит кляксу еще один чудик хомячок типа даю зай на кого тебе похож иди сюда это ржавое непонятное пятно и козь булька булька я высылаю булька смотри это в уши этого глаза нос хомячок или ежик или кто это не разве же какая-то изогнутая белка или тюлень недоделанный короче саша она не видит тут никого вы представляете это у меня такая фантазия посмотрите вот два глаза нос уж смотрите такая либо сова либо лис не знаю уже все уже испортил ложечка сахара сахар это зло не могу ли пить кофе мне кажется чуть-чуть лучше как чем капучино получилось но все равно до старбакса близко не дотягивает чего-то не хватает раскрытие аромата ну как-то вкусовых ощущений не хватает ребята доброе утро поиски классного кофе в зернах свежей обжарки продолжаются не впечатлила нам нас кофе из горького купили эфиопский кофе вот эспрессо идеалист смоковый профиль фруктовый чай апельсин шарвони ягоды журавлы на смотрите вот так это выглядит крайна походжение эфиопия сладкость помирно кислотность ярчинка слабая то есть он не горький это хорошо 200 грамм стопоцентная арабика попробуем насколько вкусный или не вкусный я не знаю но мы продолжаем наши поиски если он окажется не очень вкусным значит мы все-таки вернемся к своему старбаксу и все и больше особо не будем делать экспериментов что-то в этом есть попробуем прогоним сначала 250 как там и было в эту кофемашину нормально помещается 250 грамм капучино решили попробовать посмотрим что-то а а а а а а а а капучино получили две совы один мальчик другой тоже мальчик регустация новых зерен кофе пробуем кофе а а а а вообще не наш формат а 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 Наводящие вопросы, это молодец Через пару часов Второй кофе и фейл То, что тебе посоветовали, что это не то? Да при чем посоветовали? Мне понравился аромат зерен Ну, он похож Ну, все равно он что-то вот не то Тебе вообще сладкий ужасно Я добавил чуть-чуть сахара, я много не добавлял Лучше, чем горький, но Но да, вот лучше, чем горький Это да, но хуже, чем Starbucks Опять же, это наш вкус и наше впечатление У вас может быть совершенно другой опыт Другой вкус, вкусовое пристрастие Можете плеваться, говорить, что это коммерческий кофе и все дела Ну и что, если этот бренд признан лидером вообще в индустрии кофе Starbucks Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok